Свой народ по пустыне водил Моисей, С отвердевшими в камень губами. Сорок лет для того, чтобы умерли все, Кто на свет появился рабами. Это песня Барда Натэна Балтянской. И, собственно, это популярная версия в России о том, что Моисей водил народ 40 лет по пустыне, чтобы искоренить в нам дух рабства. Вот Немцов говорит в одной из своих старых записей. Евреи 40 лет ходили по пустыне, чтобы забыть про египетское рабство. А вы всего два года шагаете. Вам еще 38 лет. Вот я даже нашла в интернете опрос, где 47% назвали эту версию про 40 лет, чтобы забыть рабство официальной версии Библии. И множество твитов на эту тему. Моисей 40 лет продержал евреев в пустыне, пока они не научились отличать свободу от рабства. Россиян надо 40 лет продержать без телевизора, пока они не научатся отличать правду от лжи. В общем, очень популярная история, что Моисей 40 лет водил народ по пустыне, чтобы избавить его от рабства. А что на самом деле написано в Библии, или точнее, что на самом деле было написано в первых источниках, которые Библию составили. Это очень интересно. Я думаю, куда интереснее, чем вы полагаете. Я думаю, что очень многие сейчас сказали, а я знаю ответ. Я сильно сомневаюсь, что вы знаете ответ, если вы не профессиональный библеист. Также устраивайтесь поудобнее, слушайте это видео до конца, ставьте на него ссылки, ставьте лайки. Это история о том, как была устроена пропаганда в древности. И сразу скажу, история про свободу родилась не на пустом месте. Она была у средневековых комментаторов уже замечена. Один из обязательных текстов Паскальной Хагады гласит «Авадим Аину, ах, ата, ата бенейхурин». Мы были рабами, теперь мы дети свободных. Но это довольно поздняя интерпретация. И вообще, если почитать Тору, если почитать Пятикнижие Моисея, то вы иногда заметите в ней слово «свобода». Это дрор или хафеш, но оно употребляется не в смысле свободы народа, а в смысле свободы действительно физической. Как правило, это юбилей, когда людей отпускают от рабства или избавляют от долгов. «Ки тикне эвед иври шеш шаним, я вот обахаш шеверит, еце лахов ши и на». Вот в седьмой, если у тебя есть слуга еврей, то пусть он работает шесть лет, а в седьмой год пусть выходит на свободу. То есть, еще раз обратим внимание, в Торе нету представления о свободе как независимости, как демократическом устройстве общества. В нем есть очень простое древнее представление о свободе. Вот человек был раб, теперь его отпустили на свободу, теперь у него нет хозяина. И для того, чтобы начать этот разговор, что на самом деле было написано в Библии и как оно было написано, начнем с того, что вообще история про 40 лет совершенно поразительна. Потому что абсолютное большинство мифов, эпосов и романов о странствиях построено одинаково. Человек или группа людей пускаются в путь, чтобы куда-то прийти. По дороге они преодолевают трудности, природные препятствия, переправляются через реки, горы разбивают врагов, находят друзей, ну, наконец, достигают цели. Вот Иванушку-Дурачок отправляется добыть молодильные яблоки и добывает молодильные яблоки. Тесей отправляется убить Минотавра и убивает Минотавра. Греки отправляются осадить Трою и берут Трою. Прода и его друзья Уталкина отправляются в Мордор, чтобы уничтожить кольцо Саурон и уничтожают кольцо Саурон. А рассказ об исходе евреев из Египта в его современном виде представляет собой поразительное исключение. Потому что бог евреев, Яхве, обещал евреям привезти их в землю обетованную и кину. Он их убил всех по дороге. Никто, кроме двух людей, вышедших из Египта, не дошел, согласно современному тексту Библии, до Ханаана. Они все погибли по пути, и все, кто были убиты, были убиты именно Яхве. Вот во всякой сказке добраться до цели героя помогает волшебный помощник. Он может быть загадочен и даже страшен, как Баба Яга. Он загадывает героя загадки, создает испытания. Но если герой с честью проходит через испытания, помощник ему помогает. Но, собственно, это и обещает народу Израиля Яхве. Он обещает привезти его в землю молока и меда и дать ее им в наследство исход 6-8. И всего этого Яхве не делает. Вместо этого во время пути он ставит над евреями какие-то совершенно ненавистнические эксперименты. Он травит их то перепелами, то кусает змеями, то уничтожает огнем. Он уничтожает кучу народа за те, что те хотели самолично, а не через последствия потомка Фаарона, поклоняться ему. Он уничтожает другую кучу народа за то, что та обиделась на уничтожение первой кучи. И, в конце концов, придравшись к совершенно пустяковому поводу, шпионы, которые были посланы в Ханан, занесли, что тамошние народы очень сильны. Яхве попросту заявляет, что никто из пошедших в путь в Ханан не попадут, и все они умрут за свое недовольство в пустыне. Даже Моисея Яхве землю обетованную не пускает и убивает, причем за то, что тот выбил жезлом воду из скалы, ровно как и велел ему Яхве. Это какой-то, согласитесь, странный рассказ. Ну, представьте себе Илиаду, в которой ахейцы трое не берут, потому что они что-то там нагрешили перед Афиной, и вместо этого Афина говорит, ну, вот их внуки властелина колец, в котором дело кончается тем, что Фродо и все его спутники умирают из-за своих грехов, кольцо достается Сурону, а в конце Гэндальф говорит, ну, что счастливая развязка переносится на 40 лет вперед ко времени внуков и правнуков Фродо. Представьте себе Тисея, который 40 лет бродит в лабиринте за грехи, Иванушку-дурачка, который погибает в заколдованном лесу в болоте, потому что он рассердил конька-горбунка. Это исключительно странное развитие событий для системообразующего мифа, рассказывающего о становлении народа. Такое развитие событий может быть справедливо расценено как кидалово со стороны Бога, он обещал привезти сынов Израиля в землю молока и меда, давал это обещание совершенно добровольно и не раз, и он сынов Израиля кинул. Вот как такой Яхве и такой Моисей могли стать светочами для народа? И очень просто, потому что оригинальный рассказ об исходе, самый первый вариант пропаганды, не содержал ничего подобного. Давайте посмотрим повнимательнее на рассказ о том, как Яхве проклял народ Израиля и велел им скитаться 40 лет в пустыне. В своем нынешнем виде этот рассказ занимает две главы книги чисел, Бамидбар, то есть буквально в пустыне, на иврите. 14-13-ю у меня затруднения, потому что если тут я весь этот рассказ буду читать, сказал Господь Моисею, пошли людей, и да, прошпионят они землю Ханаана, то вы, конечно, меня тут убьете. Также я вкратце его сначала перескажу. Начинается он с того, что Яхве сказал Моисею послать шпионов в землю Ханаана, и Моисей этих шпионов послал. Послал он 12 человек, по одному от каждого колена, не считая колена Левиза, то он послал двух человек от колена Иосифа, и, соответственно, их все равно было 12. Эти 12 человек пришли в землю, увидели там гигантский виноград в долине Ишколь, он был такой громадный, что одну кисть они срезали, привязали к шесту вдвоем, и на шесте так и понесли. Кроме того, они увидели возле долины Ишколь в городе Хеврон троих великанов Ахимана, Шишая и Толмая. И вот когда они вернулись к Моисею, они доложили, что земля богата, шикарная земля, но народ сильнее евреев, там есть великаны, покорить их будет невозможно. При этом двое из этих разведчиков, это был Иисус Новин из колена Ефремова и Халев из колена Иуды, они были возмущены таким рапортом. Они призвали народ положиться на бога, который обещал отдать народу эту землю. Спуганный народ решит побить их камнями, и тут перед народом явился разгневанный Яхве, точнее его слава. И Яхве сообщил Моисею, что вот из-за того, что люди усомнились в его словах, ни один из них, за исключением этих двух добрых людей, Иисуса Новина и Халева, не вступит во владение обещанной богом землей. Все они будут скитаться 40 лет в пустыне и погибнут, потому что не слушались бога. Вот такая грустная история. Как мы видим, ничего про свободу и рабство в Библии не сказано, ни единого слова. Бог ведет себя в этой сцене как совершенно сумасшедший тиран. Пришли 12 человек, сказали народу, вот те, кого мы хотим завоевать, нас сильнее. Они великаны. Ну, все-таки, вот как это себе представить? Ну, хорошо, ну, народ заволновался, ну, говорит, ну, слушайте, нам, наверное, это не по силу, давайте вернемся обратно в Египет. Ну, чтобы после этого всех их расстрелять, ну, вот даже Путин за плакат пока дает 15 суток, он не расстреливает за общественное недовольство. И более того, Бог ведет, как я уже сказала, себя как откровенное кидало, потому что вся книга, исход, это книга о том, что Бог пообещал евреям хана. Они ради этого бежали из Египта, из земли молока и меда. Они не расплакали в пустыне. Они вспоминали египетские огурцы, и дыни, и мясо, и рыбку, которые они ели, и лук, и парей. И вот накануне прихода в Ханаан он их кинул, придравшись к, в общем, пустяковому поводу. Но тут есть проблема. Дело в том, что мы приводили этот рассказ вкратце. А есть детали. Например, в этом рассказе очень большую роль занимает человек по имени Халев. Он именуется главой Колена Иудина. Даже по этому поводу забатан целый список людей, которых отправили от какого колена? Вот от того-то колена отправился Шамо бен Закур, вот от этого колена отправился Шафат бен Леви, а вот от колена Иудина отправился Халев бен Ефуны. Но в других местах Библии Халев, который в этом месте называется представителем и, более того, главой колена Иудина, именуется Кенитом. Кениты, они вообще не евреи. В Библии 15, они фигурируют в списке племен, которые будут подчинены Израилю. Это как если бы в тексте, который, ну, скажем так, попахивает нацизмом, будем откровенны, один и тот же легендарный человек типа Зигфрида именовался в одном месте истинно марийцем, а в другом, как представителем какой-то другой нехорошей национальности. Вопрос, кто все-таки этот Халев? Кроме того, у нас разные варианты того, кто все-таки выжил в результате всей этой истории. Потому что, например, в числах 14-24 Бог совершенно конкретно говорит, что Халев это единственный человек, который выжил среди тех, кого он покарал. Но мой слуга Хелеп, Халев, потому что у него был другой дух с ним, и он полностью шел за мной, я его приведу в ту землю, в которую он пошел, и его семя унаследует эту землю. А вот немножко попозже, в числах 14-30 все-таки говорится, что выжило два человека, это Халев и Иисус Новин. Только двое придут в землю, которую я поднял руку, чтобы отдать вам, и это Халев, сын Яфуне, и Иисус Новин. При этом заметим, что в первом варианте Яхве называет Халева без имени его отца, а во втором Яхве именует Халева сыном Яфуне и представителем Колена Иудина. Кроме того, в некоторых частях всей этой истории дело происходит возле скиния собрания, а скиния собрания напоминает о переносной палатке, возле которой собираются евреи, где обитает слава Господня, а в другом возле ковчега Господня, то есть, грубо говоря, сундука, и это не совсем одно и то же, как мы чуть подальше увидим. И самое главное, что в одном случае, вот буквально в нескольких абзацах нам говорят, что умирают лишь те шпионы, которые были посланы разведать землю. Причем они умирают от мора перед лицом Яхве, то есть, их смерть поражает мгновенно. Это в числах 14-37. В другом умирает, собственно, все поколение, за исключением вышеозначенных Халева и Иисуса. Но самое главное другое, потому что в одних абзацах Яхве говорит, что действительно умрут все люди из поколения, которое сейчас перед ним находится, он говорит, как говорили вы мне, так и сделаю вам. В пустыне этой падут тела ваши, и все вы исчезленные, сколько ваш числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которую я простер руку, чтобы дать вам, кроме Халева сына Яфуне и Иисуса сына Новина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они станут добычей, я приведу, и они узнают землю, которую вы презрели. А ваши трупы падут в этой пустыне, и сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, год за день, и узнаете мое недовольство. А в другом случае говорится немножко другое, что те, которых посылал Моисей для разведки земли, то есть не весь народ, а только те шпионы, которые посланы были для разведки земли, и которые, возвратившись, возмутили против него все сие общество, распуская худую молву о земле, все сие, распустившие худую молву о земле, умерли от мора перед лицом Яхве. То есть это совсем другое дело. То есть тут говорится, что умерли только шпионы, которые посылались посмотреть землю, и как раз среди этих шпионов был Халев, и Халев был исключением. В нем был другой дух, и, значит, совершенно его эта проблема не коснулась. Значит, возникает вопрос, кто же все-таки умер, где происходило действие перед Скинией или перед Ковчегом, и Халев был просто Халев, или Халев был сын Яфуны, и был с ним Иисус Новин или не был. И как объяснить такую путаницу? И путаницу объясняется очень просто. Библейсты хорошо знают, как объясняется любая практически такая путаница, когда речь идет о противоречиях стоящих рядом абзацах Библии, потому что перед нами два изначально разных текста. В одном из этих текстов действует как раз Ковчег Господень, и этот текст главным его героем является тот самый человек по имени Халев и город под названием Хеврон. В этом тексте рассказывается, как этот Халев в качестве шпиона сходил в землю хананскую, разведан так город Хеврон, в котором жили великаны Ахиман, Шиша и Талмай. Спутники Халевы испугались великанов, за это Яхве проклял их и поразил тут же мором. Что же касается Халева, то он великанов не испугался. И с дальнейшей историей в книге Новина 14, 12, 15 мы узнаем, что Халев действительно завладел Хевроном, в котором жили великаны. И да, это таки были великаны Ахиман, Шиша и Талмай. Их имена еще раз приводятся в книге Содей 1, 10. Вот еще раз тот текст, который мы сейчас упомянули, в нем ничего не говорится про 40 лет, в нем просто говорится, что был разведчик, один из разведчиков Халев, и он был необыкновенно крут. Где и как был написан этот текст? Прежде всего я напомню вам, что царств, в которых жили евреи, на Древнем Востоке было два. Одно называлось Иудея, другое называлось Израиль. Иудея была расположена южнее, Израиль был расположен и севернее, и в силу географических обстоятельств Израиль был вплоть до 8 века до нашей эры гораздо богаче, обширнее и культурнее Иудеи, потому что Израиль в том числе располагался на очень богатых долинах, на которых располагались предыдущие ханаанские цивилизации, а Иудея с ее центром в Иерусалиме располагалась на сравнительно бедном и скудном Нагорье. При этом Библия до нас дошла именно в том варианте, который обработали выходцы из Иудеи, то есть историю этих двух царств написали те, которые выжили. И вот у Северного царства культурного, просвещенного, вобравшего в себя очень много ханаанской культуры был герой завоевания земли обетованной, точнее два героя. Один был Моисей, другой был его преемник Иисус Новин. Ешуа бен Нун. Он происходил из колена Ефремова, то есть из колена, из которого происходило очень много царей Израиля, даже второе название Израиля было Ефрем. И Иисус Новин, согласно нынешнему тексту Библии, учинил молниеносный блицкрик. Он проявил чудеса воинской храбрости, завоевывая эту землю, это все было очень быстро, а его сопровождал в этом завоевании начальник воинства Господня. Иисус Новин и его войска перешли по суху Иордан, воды раступились перед ними, стены Ерехона пали от звука их труп. Это была молниеносная кампания завоевания, и в числе завоеванных Иисусом Новин городов был Хеврон. В книге Иисуса Новина рассказана большая история о том, как пятеро морейских царей собрались против города Гаваона, как Иисус поспешил на помощь Гаваону. Это вот как раз та самая знаменитая бетва, где и Бог и камни кидал свысока на врагов народа израильского, и солнце и луна стояли, пока народ мстил врагам своим. И вот в числе уничтоженных тогда после этой битвы городов был тот самый Хеврон. Вообще в это время Иисус уничтожил всю землю, очистил под ней, что там испорил сплошной Мариуполь. Вот это версия текста о завоевании земли обетованной, который сейчас библеисты видимо называют эвохист. Это слово употребляется, когда речь идет именно о одной из составных частей Пятикнижия Моисея, одной из составных частей Торы. Есть основания полагать, что эвохист на самом деле был гораздо более длинным текстом, потому что те мотивы, которые начаты собственно в Пятикнижии Моисея, они продолжаются в книге Иисуса Новина, они продолжаются в книге Судей. И, видимо, это как раз одна из этих историй. И вот в этом тексте о молниеносном завоевании Иисусом Новином ничего не говорится о сорока годах ни единого слова. В нем, наоборот, рассказывается, что Иисус Новин послал шпионов в землю ханаанскую, их миссия была чрезвычайно успешной. Они пришли в город, где проститутка увидела в них будущих хозяев земли, сказала, что перед ними дрожат все хананеи, что перед ними растаяли просто все обитатели земли. Соответственно, город, в который они пришли, разрушили, все порубили, предали Херему и в том числе погубили и разрушили и город Хеврон. Напомню, что вообще слово Херем, оно обозначает такое священное уничтожение земли, при котором ничего из этой земли не берется победителями, а уничтожается вообще все, в том числе люди, в том числе животные и в том числе имущество или уничтожается или отдается Богу. Вот это базовая версия того, что можно назвать израильской пропагандой, пропагандой царства Израиля. Я не говорю, что она имеет отношение к действительности, как происходило завоевание ханаана. Это такой базовый миф Израиля о том, что был Глицкрик, о том, что был Иисус Новин, который все завоевал, послал перед этим шпионов, миссия шпионов что такое вот тот самый текст про Хеврон и про Халева, который мы только что разбирали, где он родился и кто его написал. Борьба героя с великанами вообще очень популярный сюжет в мифах. Кто только не берется с великанами от Тисея до Геракла. И, кстати, Библия таких историй обычно не очень любит, потому что великаны, они какие-то сверхъестественные. Но в ней, в шестой главе книги Бытье проскальзывает, что вот действительно были на земле великаны и рождались они от того, что сыны Божии, сходились с дочерьми человеческими. Этот текст, согласно абсолютному консенсусу всех библейстов, принадлежит Яхвесту. Мы чуть объясним пониже, что такое Яхвест. Кроме того, как мы уже сказали, халев, который фигурирует в этом тексте, был Кенит. Это говорится в книге Судей 4.11. И помимо того, что, как я уже сказала, в некоторых частях Библии Кениты фигурируют как народ, который будет отдан израильцам, в других частях Библии Кениты фигурируют как люди, из которых происходил тесть Моисея. Что довольно странно, потому что в других частях Библии, и прежде всего в Аллахисту, тесть Моисея является жрец, который происходит из числа Медианитян. Но вот в другом каком-то тексте тесть Моисея является Кенит, и более того, Моисей просит этого Кенита, этого тестья, их не покидать и быть для них шпионом. В нем этот тесть называется Хабабом. Правда, поскольку сейчас тексты достаточно сильно перепутались, иногда этот Кенит Хабаб называется сыном Риуэля Медианитянина, то есть другого тестья Моисея. Но, еще раз повторяю, несмотря на то, что это перепутано, это достаточно поддается восстановлению, что был один текст, в котором был тесть Моисея Медианитянин, и другой текст, в котором тесть Моисея назывался Кенитов. И вот этот Хабаб, тесть Моисея, говорят нам, хотел вернуться в свою землю, но Моисей удержал его, он сказал, что евреи, в отличие от Кенитов, к пустыне не приспособлены, и заявил, что евреям нужна помощь Кенитов, чтобы пересечь пустыню, и более того, он предложил Кенитам быть для евреев разведчиками. И Моисей сказал Хабабу, мы идем в место, о котором Яхве сказал, его дам вам, иди с нами, и сделаем тебе добро, ибо Яхве сказал хорошее об Израиле. И говорит после этого Моисею, не оставляй нас, потому что ты умеешь располагаться с тоном в пустыне, и будешь для нас глазами. Если ты пойдешь с нами, то все добро, которое Яхве сделает нам, мы сделаем тебе. Эта история рассказана в книге чисел 10, 29, 32. И если вы посмотрите, то, собственно, эта история является прологом и началом той самой истории, которая рассказывает про Кенитов, про шпионов, которые пошли на разведку в Ханаан. Потому что дальше, спустя три главы, мы просто читаем практически ее продолжение, потому что Моисей продолжает. Пойдите на юг, и взойдите на гору, и разведайте землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен он или слаб, мало его или много. Чисел 13, 13, 18. Вот сейчас эти события находятся в разных главах, но если вы посмотрите внимательно, то похоже, что одно является продолжением другого. И перед нами совершенно другой рассказ, в котором опять нет ни сорока лет скитания по пустыне, ни каких-то 12 шпионов из 12 колен Израиля, потому что, согласно этому рассказу, Моисей послал разведать землю Кенитов, обещал им за эту долю в этой земле, он мотивировал это тем, что именно Кениты умеют жить в пустыне, в отличие от разбалованных Египтом евреев, ну, собственно, кому как ни Кенитам, шпион. Они пошли высмотреть землю, увидели там великанов, Ахимана, Шиша и Талмая, нажаловались, что там великаны, что все плохо, что мы не пойдем, а вот находившийся среди них Халев не испугался, он сказал, доверьтесь Господу, завоевал Хеврон и этих вышеназванных великанов убил. Кто такие Кениты и почему они очень важны? Ну, очень просто, напоминаю, что столицей царства Давида, столицей той самой Иудеи, который правил дом Давидов, был Иерусалим. Но перед этим столицей Давида был Хеврон. Собственно, это было очень важное священное место, там был похоронен согласно иудейской же пропаганде все патриархи Израиля, они были похоронены в пещере Махпела, и Авраам, и Исаак, и Иаков. И восхождение Давида ко власти, как нам говорится в книге царств, началось с того, что он убил человека по имени Набал. Если подробнее рассказывать эту историю, она очень удивительная история. Набал – это имя буквально значит «дурак» или «негодяй». Он был некий большой человек, он жил в местечке Маон в 14 километрах от Хеврона, имел 3000 овец, и Давид, который в это время, ну, на самом деле, если не выбирать выражение, был просто разбойником, который скрывался в пустыне от Саула, обратился к Набалу с просьбой, цитирую, дать рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя. Ну, то есть, отракетировал его. Набал был не очень-то доволен этой просьбой, послал Давида в самых оскорбительных выражениях, он сказал, ну, зачем мне забирать еду от своих людей и отдавать ее бандитам? А Давид в ответ опоясался мечом и двинулся к Набалу, чтобы перерезать в его доме каждого мочащегося к стене. Но в этот момент в дело вмешалась жена Набала, прекрасная Абигаэль, она услышала, что происходит, а пастухи ему уже рассказали, как были добры к ним люди Давида, и они, оказывается, никого из них не перерезали и никого из них не зарезали. И вот Абигаэль немедленно собрала 200 хлебов, 2 меха с вином, 5 овец, 5 мер сухого зерна, 100 связок изюму, 200 связок смог. Отправилась с этими богатыми тарами навстречу Давиду, и она, значит, сказала Давиду, ну, пожалуйста, не трогай моего мужа. И вот через 10 дней после этой встречи Яхве поразил Набала, и тот умер, а Давид после этого получил Абигаэль в жены. Такая очень сомнительная история, что на самом деле что случилось с Набалом, который даже российскому следственному комитету можно было бы продать невиновность Давида в этой истории только за большую взятку. Почему я эту историю так рассказываю долго? Потому что кем был Набал, согласно той же книге царств, Набалу потомком того самого Халива, который называется в Библии то иудеем, то кенитом, то кенезитом. Получается, что восхождение Давида ко власти началось с того, что он получил женщину, какого-то очень большого человека, который был не еврей, который был не потомок колена Иудина, который был кенит. Напоминаю, что все это были очень близко родственные народы, которые говорили практически на том же самом языке. Разница между ними была минимальная. И после этого Давид овладел хевроном, основатель которого, с точки зрения хенитов, был человек, который завоевал хеврон, освободив его от власти трех великанов. И теперь мы понимаем, что такое легенда о взятии Хеврона вот этим самым Ахалевом и победе на великанам это иудейская пропаганда. Это пропаганда царства Иудей, это ответ израильской пропаганде. Вот в тексте под названием Илухист говорилось, что союзниками евреев были медианитяне, и что жрец медианитянин был тестем Моисея. И в ней говорилось, что всех победил Иисус Новин, что он отправил шпионов, что Хеврон он тоже завоевал. И в Иудее это страшно не нравилось при дворе потом, как Давида. Они написали свою версию истории, они воспользовались историей про шпионов и переписали ее. У них была своя древняя легенда о взятии города Хеврон, который взял некий герой по имени Халев, и победил он при этом великанов Ахимана, Шишая и Талмай, так же, как Геракл победил великана Гириона, Одиссей Циклопа Полифема, выше леса стоячего ниже облака ходячего. Как я уже сказала, победа над великаном была любимой темой в любом эпосе. И в Иудейском царстве в Иерусалиме вписали эту легенду в контекст исхода и сказали, что Халев был родич Моисею со стороны жены. Соответственно, они вот взяли историю про шпионов, которые выполняли только самые положительные действия в Илухестве, они действительно разведали землю и вернулись с положительным отчетом к Моисею, и они переписали ее, что, мол, все шпионы струсили, кроме Халева. И, соответственно, в этом варианте легенды уничтожению подвергались, еще раз повторяю, только те шпионы, которые ходили на разведку, которые проявили непростительную трусость, они погибли немедленно перед лицом Яхве, а Халев остался жив. То есть, еще раз, текст, упоминающий Хеврон, несомненно, принадлежит источнику, который известен как Яхвест, или продолжению источника, который известен как Яхвест. Тем более, что кроме Хеврона в нем упоминается такая реликвия, как ковчег Яхве. Это такая верная примета Яхвеста, потому что, согласно Яхвесту, местом обитания Яхве является его ковчег, то есть, переносной сундук. А вот в Элахисту местом обитания Яхве является скиния собрания, Охель Маэ, то есть, палатка, которая устроена Моисеем. И вот ковчег и скиния, сундук и палатка, это не один и тот же предмет, и ковчег вовсе не стоит в скинии. Вместо этого это разные места жительства Бога. У Яхвеста и у Элахиста Бог имеет разную прописку. В Яхвесте Бог живет в ковчеге, в Элахиста, потом в жреческом документе, сейчас скажу, что это такое, он живет в скинии. Мы уже обнаружили два мифа о том, что происходило с евреями, когда они вышли из Египта. Два мифа об исходе. И один построен вокруг Иисуса Новина, и в нем нет ни слова о 40 годах поражения по пустыне, в нем есть победоносное завоевание, это принадлежит явно царству Израиля. Что оно на самом деле происходило, нам сейчас не важно, мы не рассматриваем. Просто рассматриваем, что вот именно так выглядела пропаганда царства Израиля. И это разумно, потому что странно создавать миф о том, как вам не удалось завоевать обетованную землю. И у нас есть другая легенда, это такая аккуратно засунутая полемика. Вот, дескать, ни один Иисус Новин там был большой начальник, Халев тоже играл большую роль. Это, очевидно, миф, который придуман в Иудейском царстве, и это древний кеницкий миф, который вписан в контекст исхода. Напомню, как я уже сказала, что царство Израиля, поскольку оно было и большее, поскольку оно было просвещеннее, поскольку в нем раньше развилась письменность, привычка составлять длинные тексты, то, вероятно, первый текст, который был написан, это был как раз текст про Иисуса Новина. Первый текст, который был рассказан и придуман, это был, видимо, текст про Иисуса на вере. Потом бедненькая Иудея ставила вот свои пять копеек. И абсолютно ни в первом, ни в втором варианте нету ничего про 40 лет. Просто во втором варианте было сказано, что те шпионы, которые были неудачники, которые сказали нехорошие слова о земле, они тут же были поражены гневом Господнем, они тут же были поражены мором и умерли. Ну, в общем, конечно, не очень хорошо. Ну, да, никакого такого гигантского уголовного преступления. Не то, чтобы вот это просто был геноцид. Теперь вопрос откуда же берется текст про 30 лет? Он берется из третьего текста под названием «Жреческий документ». Что такое «Жреческий документ» и когда он был написан? На самом деле, это один из главных спорных моментов современной библеистики. Ну, вообще той библеистики, которая вообще придерживается документарной гипотезы. Вот видите, я ее придерживаюсь. Есть вообще библейсты, которые считают, что документарная гипотеза устарела. Я этого не считаю. Огромное количество современных библейстов, например, Ричард Эллиот Фридман тоже не считает, что она устарела. Но, тем не менее, вот время написания «Жреческого документа» – это такое очень место, время сильной полемики. Очень многие библеисты, собственно, с основателей научной библеистики, с ее основателями Рильгаузена считают, что этот документ написан очень поздно, во время изгнания, где-то не раньше пятого века до нашей эры. Но есть другие библеисты, вот в частности тот же Ричард Эллиот Фридман, который считает, что он был написан достаточно давно, в восьмом веке до нашей эры, и что он был написан во время монотеистических реформ царя Езекии. Я придерживаюсь точки зрения Хридмана, но для начала я хочу сказать, что вот «Жреческий документ» и такой текст, написанный, как бы сказать, отдельно безумным человеком. Этот текст настолько безумный, что даже другие монотеисты, например, пророк Иеремия, этот текст называют «ложью песцов», «шпекер соферин». А Иеремия 8.8. Этот текст пытается доказать, что жертвоприношение богу Яхве, богу евреев, можно приносить только в Иерусалиме, и делать это могут только потомки Ару. Поскольку это совершенно фантастическое утверждение по состоянию, но на тот же самый 8 век до нашей игры, это вот из серии, что «Киевскую ось» основал Владимир Леонид. Просто по ходу этого текста автор этого текста все время подвергает евреев, которые не хотят этого признавать, страшно мук. Помните ту девицу, которая там мечтала украинским детям, не празднующим 9 мая, звезды на спине вырезать и колоть их наркотиками? И там депутаты Журавлева, которые говорит, нам надо убить всего 5% украинцев, будет всего 2 миллиона человек убито. Вот реально автор этого текста мыслил похожими стереотипами. Мы там можем обсуждать Лохист или Яхвист, они тоже на самом деле не прошли бы современной морали, их авторы, наверное, тоже пошли бы, подпали бы под хейт-спич, но вот-вот то, что несет жреческий документ относительно того, как бог Яхви корал нехороших евреев, это, конечно, вне конкуренции. Это вот просто конек жреца, его специальность, это описание всяческой неправедности евреев, которые только и делают, что не слушаются своих духовных учителей, ропщут, восстают и клевещут. Вот описание автора жреческого документа, весь израильский народ, такая пятая колонна, которая постоянно предает своего бога и подрывает духовные скрепы. И за это милостивый и всеблагой бог народ постоянно наказывает, и наказание это, кстати, обыкновенно начинается с появления славы Яхви у скиния собрания. И вот, собственно, наш третий текст, который как раз рассказывает про сорок лет, как он устроен. Ну, во-первых, он начинается уже упомянутого мной инвентарного списка шпионов, которые были посланы шпионить землю Хананскую. Это довольно бессмысленный текст, инвентарный список. Мы узнаем из него, что вот шпионы из колена Зевулуна звали Гедиэль бен Сади, а из колена Дана Амиэль бен Гемали. И вот, собственно, из этого-то текста исследует, что Халев был главой племени Иуды. Зачем вообще этот инвентарный список? Ну, во-первых, такой инвентарный список, который высасывается песцом из пальца, чтобы придать достоверность повествованию, это такая очень верная примета жреческого документа. Жреческий документ обожает такого рода списки. Какую роль в данном случае выполняет наш список? Вот ровно потому, что в нем Халев называется на этот раз не Кенитом, а представителем колена Иуды. Потому что Яхвеста называет нашего Халева Кенитом, а для жреца это совершенно невозможно. Такой большой ревнитель расовой чистоты. Мы будем как-нибудь обсуждать другие, еще более страшные примеры. Как я уже сказала, вторая важная часть этого текста, что там вот все происходит возле скиния собрания. Там это всегда, вот, тоже верная примета жреческого документа. Как только народ восстал против Яхвеста или сказал что-нибудь против Моисея или особенно Аруна, так они все сразу сбегаются к скинии собрания, там появляется слава Яхве и говорит, сейчас я этот народ уничтожу, а Моисея и Аарон начинают за этот народ вступаться. И вот в этом тексте действительно истреблению со стороны всемилостивого Яхве подверглись не только струсившие шпионы, но и весь еврейский народ, который имел несчастье прислушаться к этим трусам. Скажу, что, конечно, деталь явно отражает фрустрацию жреца и отношение его к народу, который, похоже, не спешил подчиняться монотеистическим реформам и поклонялся, как сетуют коллеги-шреца на каждом высоком холме и под каждым ветвистым деревом. И, конечно, вот это такая ужасная мотивация, что как? Ну, Яхве раз взял и сказал, что все поколение евреев, которому он обещал обетованную землю, на самом деле перемрет. Что она приводила в смущение даже средневековых комментаторов. И действительно, многие поколения комментаторов пытались как-то ее отограть. Например, вот Раши писал в своих комментариях, что вот причина вот этих вот длинных сорокалетних скитарей и причина вот всего этого длинного списка путешествий – это, значит, проявить доброту и любовь Бога. Но вот реально очень любил Бог народ, заставил его ходить 40 лет по пустыне. В том числе и появились вот эти вот комментарии уже в Средневековье насчет свободы. Потому что, как я уже сказала, вот эта вот странная мотивация Бога насчет 40 лет в оригинале, она даже в поздней античности, даже автором Палмода, даже в Средневековье, она уже не давала людям покоя и казалась какой-то дикой. И вы спросите, а собственно, почему автор жреческого документа заставил еврейский народ 40 лет скитаться по пустыне и так радикально переделал предыдущий миф? И тут ответ, конечно, сложный, потому что проще всего сказать, что, наверное, это должна быть примета очень сильная позднего происхождения жреческого документа. Потому что напомню, что в 586 или в 587 году до нашей эры вавилоняне взяли Иерусалим, уничтожили его полностью, осквернили, в общем, там был чистый Мариуполь, храм был чист, тоже уничтожен. После этого еврейский народ отправился в изгнание, его угнали в Вавилон. И вот сам мотив о том, что Яхве наказывает избранный им народ, он очень логично согласуется с поздним временем написания жреческого документа, во время изгнания. Это такое напрашивающееся объяснение, казалось бы, очень сильный аргумент в пользу позднего происхождения. Но, как я уже сказала, есть много библиистов, которые от Фридмана до Каффмана, которые все-таки считают, что был написан этот текст гораздо раньше, что он, собственно, был написан идеологами монотеистических реформ, первых монотеистических реформ, которые произошли во времена царя Язеки, то есть на рубеже 700-х годов до нашей эры. И тогда тоже есть объяснение, откуда взялась история про 40 лет, потому что во времена Язеки, царя, который правил в Иерусалиме, в этот момент как раз царство Израиля было разорено. Оно было уничтожено ассирийцами, оттуда побежали гигантские толпы беженцев, они как раз побежали в Иудею. Собственно, это был тот момент, когда население Иерусалима возросло буквально в десятки раз из захолустной горной деревни, он действительно стал превращаться в метрополию. И вот то количество беженцев, которое оказалось в Иерусалиме, которое надо было как-то ассимилировать, все-таки они раньше не были гражданами, они раньше не были подданными Иудеями, они до этого были подданными Израиле. Этим людям надо было объяснить, что случилось с ними, и им объясняли, что, ребят, вы веровали неправильно. Потому что вот если посмотреть эти 40 лет, и если прикинуть, что уничтожение царства Израиль по-настоящему началось в 730-х годах до нашей эры, в 721 году захватили окончательно ассирийцы столицу его, Самарию, главные события произошли несколько раньше, то тогда 40 лет это как раз приблизительно время Ефор Хискияху. То есть, в общем, 40 лет это время, которое проходит от начала уничтожения ассирийцами Израиля до первой монотистической реформы в Иудее. И, собственно, тогда действительно понятно, почему 40 лет. И, на мой взгляд, это очень интересный пример того, что нам вот те истории про три текста, которые совершенно по-разному описывали, что произошло с евреями во время Исхода, это очень интересный пример того, что вот нам часто говорят, что современность – это время фейк-нюс. Вот я хочу обратить ваше внимание, что ровно наоборот, современность хороша тем, что фейк-нюс видны, над ними смеются. Чтобы в них верить, надо быть каким-то информационным идиотом. А вот перед нами, смотрите, какая интересная ситуация. Перед нами некоторый текст, составленный из каких-то других текстов, который является, входит в золотой фонд мемов человечества. То есть, история происходит, пробегство от рабства, про 40 лет в пустыне, она постоянно повторяется, к ней возвращаются художники, к ней возвращаются писатели. Мы друг другу в устной речи можем ее часто повторять. А на самом деле эта история сделана не из одной истории, а из трех. При этом все три истории не имеют никакого отношения к событиям, которые они на самом якобы описаны. Все три истории под видом этих событий на самом деле описывают историю так, как хотелось бы конкретному, очень древнему правителю, потому что одна из них – это израильская легенда, которая сочинена, вероятно, в годы расцвета Израиля. Вероятно, она записана при царе Иеравааме II, это в 750-х где-то года до нашей эры. Иераваам умер в 742 году, и буквально через 10 лет после его смерти царство Израиля начало рассыпаться. А вот в его зенит оно включало в себя часть Сирии. В этот момент на земле Израиля жило огромное количество арамеев, включало часть Голланд, часть современной Ордании. Это была почти сверхдержава, это была самая населенная и процветающее царство Древнего Востока. И вот этот текст первым был такой экуменический текст, для него было очень важно, например, что Моисей был женат на медианитянке, а что армей приходились тестями и Исааку, и Иакову, а что Иисус Новин был победитель всего Ханаана, что все обитатели Ханаана растаяли перед Иисусом Новином так же, как они растаяли перед завоевателем Иераваама. Другой текст был написан несколько позже, но очень быстро, буквально вот возражение первому. Это была реакция на израильскую пропаганду, потому что вот как это Иисус Новин, завоеватель всего Израиля и в том числе завоевал Хеврон. Не-не-не-не-не, сказали в Иерусалиме, сказали при дворе царей Иудии. Вот у нас был Кенит Халев, он завоевал Хеврон, он победил великанов, и это он был родич Моисею, а не ваши медианитяне, и это он был в числе тех шпионов, которых послали шпионить, Моисей послал шпионить, заметим, Моисей, а не какой-то Иисус Новин послал шпионить землю Хананскую. А третий был написан, когда царство Израиля пало, в Иерусалим хлынули беженцы, и в нем было написано, что слушайте, вы знаете, почему стали беженцами? Потому что вы неправильно веровали, и вы теперь 40 лет будете говно есть, если не будете веровать правильно, как мы вам скажем. А потом прошло еще какое-то время, и уже началось изгнание, вавилонский плен, и пал Иерусалим, и пришел человек, которого мы знаем как редактор, редактор Торы, и он все эти три текста порезал, буквально, вот как сейчас режут, знаете, копипейст, методом диссертнета. И самые разные рассказы соединил в один и тот же. И получились из этого нынешние книги «Бытье, исход и числа». И удивительнее еще другое, что проходит еще сотни и тысячи лет, и рождается новая версия, что, оказывается, Моисей водил евреев по пустыне, чтобы умерли рабы и родились свободны. Извините, как я сказала, эта версия не имеет под собой никаких текстологических оснований. С вами была Юлия Латынина и Латынина ТВ. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал. Не забывайте, пожалуйста, распространять это видео, ставить лайки, а если у вас будет возможность поддержать нас донатом, то мы будем благодарны вдвойне. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok